Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто остается дома, я и мои коллеги, расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал очередное обращение к гражданам Подмосковья. Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. В детской поликлинике города Видное действует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Все закуплено, и костюмы, и респираторы, и все необходимые расходные материалы для забора, москов. В этом месяце количество звонков в единую дежурную диспетчерскую службу 112 заметно выросло. Практически весь этот прирост звонков связан с тем, что больше по проблеме коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев записал очередное обращение к гражданам Подмосковья. В нем он заявил, что все жители многоквартирных домов освобождаются от платы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 1 июля. Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий – это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на строки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий. Также губернатор рассказал о введении новых ограничений. «Теперь органы ЗАГС будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры будут проводить только по заранее поданным заявлениям. Также в Подмосковье запрещается посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок». Конец цитаты. В детской поликлинике города Видное действует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Он был развернут около полутора месяцев назад, но в последние недели начал работать на полную мощность, собирая обращения жителей Ленинского городского округа, отрабатывая все выявленные случаи контактов людей с заболевшими, а также тех, кто вернулся из-за грандпоездок. За работой штаба наблюдала наша съемочная группа. В Видновской детской поликлинике развернут оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Здесь располагается помещение, в котором бригады собираются на выезды к тем жителям муниципалитета, кто состоял в контакте с больными COVID-19, и тем, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран. Медики оснащены всем необходимым и экипированы по всем правилам. Все закуплено – и костюмы, и респираторы, и все необходимые просудные материалы для забора москов. Наши фельдшера получают все, что необходимо сегодня для наблюдения контактных. Сегодня перед выездом члены медицинских бригад присоединились к флешмобу, который идет по всему миру. «Мы работаем ради вас. Оставайтесь дома ради нас. Мы сами к вам приедем». Стоит прислушаться к этому призыву всем, а особенно тем, кто пока не воспринимает серьезность ситуации. Здесь же, в детской поликлинике, в нескольких кабинетах сотрудники муниципального здравоохранения принимают звонки от жителей округа по единому номеру 8-495-541-40-01. Это один из девяти колл-центров, которые сегодня работают на территории Ленинского городского округа. В общей сложности ежедневно более полутора тысяч обращений обрабатывают его специалисты. Колл-центры работают с 8 до 20 часов без выходных. Ни один опротившийся не останется без помощи, обещают медики. Отдельный список составляется на тех, кто имел контакты с больными COVID-19 или приехал из-за рубежа. Здесь у нас организован колл-центр. Сидит оператор этого колл-центра, который все вносит в систему ЕМИАС, оформляет их в системе ЕМИАС и все данные вносятся в систему программы. Потом этот же оператор начинает обзванивать наших пациентов, узнавать их и самочувствие, что их беспокоит, какие у них жалобы. В случае, если у контактных с коронавирусными больными появились жалобы, к ним выезжает бригада, чтобы взять мазки на COVID-19. Если же у людей нет жалоб, то на 10-й день после прилета из-за рубежа или последнего контакта с больным, у них в любом случае возьмут анализы на данный вирус. Также в штабе есть центр, в котором обрабатываются все данные по людям, прибывшим из зарубежных поездок. Информацию предоставляет Роспотребнадзор. Именно его сотрудники занимаются регистрацией таких пассажиров в аэропортах. Эпидемиологическая служба больницы ежедневно собирает анамнез эпидемиологический всех контактных. Обрабатывается каждый человек. Фиксируется в течение 14 дней состояние контактного. И происходит отбор лабораторного материала. На сегодняшний день в Ленинском городском округе выявлено 8 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два человека уже выписаны и 6 находятся на лечении в домашних условиях. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Врачи неустанно напоминают жителям о существующей опасности распространения коронавирусной инфекции. Они просят оставаться дома и обещают к тем, кому помощь необходима, приехать домой. Мы с вами главный лозунг медицинских работников сегодня. Дорогие жители нашего Ленинского городского округа, учитывая, что идет рост заболеваемости и распространение коронавирусной инфекции, самый главный лозунг и самая главная задача со стороны населения – это самоизоляция. Все-таки мы должны действительно работать под лозунгом. Мы работаем ради вас, вы оставайтесь дома ради нас, а мы приедем к вам. Сегодня наши поликлиники, все амбулаторно-поликлинические и структурные подразделения закрыли запись на плановый прием. То есть вы теперь записаться через систему ЕМИАС не сможете, через онлайн, через интернет, но вы можете обратиться на телефон нашей горячей линии 541-4001, которую мы везде опубликовали. Все вопросы, касающиеся каких-то плановых консультаций, операторы ЕМИАС записывают, и потом с вами связываются наши узкие специалисты. При необходимости оказания медицинской помощи вам будет она оказана узкими специалистами на дому. Естественно, по возможности. Поэтому сегодня самоизоляция – это основной метод предупреждения развития, это распространение инфекции. Не нужно ходить к тем же беременным женщинам, которые еще до сих пор к нам приходят в наши амбулатории. Попросим всех изолироваться, сидеть дома. С вами также свяжутся и акушер-гинекологи наших амбулаторий, и дадут все разъяснения. Значит, у нас организована дистанционная выписка льготных лекарственных препаратов, с доставкой лекарственных препаратов, выписка лесков нетрудоспособности дистанционной. Все заявки также через колл-центр «Горячая линия». Мы очень просим больных с онкологическими заболеваниями не приходить в поликлиники, не подвергать риску свое состояние, своего здоровья. Обратитесь к телефону «Горячая линия». С вами свяжутся операторы, все запишут, и особенно те, которые нуждаются в проведении химиотерапии, данная помощь в обследовании необходимом перед химиотерапией будет оказана на дому. Кроме этого, в стационаре мы будем организовать небольшой плановый прием узких специалистов. Запись будет открыта тоже для операторов колл-центра. Это тем, которым в действительности будут нуждаться в этой консультации. Оно будет организовано не на базе поликлиника, еще раз говоря, на базе стационара. Дорогие жители, берегите себя. Мы готовы оказать вам квалифицированную, качественную медицинскую помощь. Мы с вами. В этом месяце количество звонков в единую дежурную диспетчерскую службу 112 заметно выросло. Сотрудники системы 112 продолжают работать в круглосуточном режиме и находятся в готовности к организации экстренного реагирования на сообщения жителей Ленинского городского округа. Здравствуйте, 112. Что случилось? В марте количество звонков в единую дежурную диспетчерскую службу увеличилось на 35%. Обычно на каждого оператора приходится около 200 обращений. Теперь их число достигает отметки в 300. В день обрабатывается от 1000 до 1150 звонков. Практически весь этот прирост звонков связан с тем, что больше по проблеме коронавируса. То есть всевозможные вопросы люди задают и про симптомы, и что делать после возвращения за границей. Больше, чем обычно, звонков от жителей Ленинского городского округа поступало и в полицию. Наши бдительные граждане периодически звонят и сигнализируют о том, что где-то большие массы людей собираются, или же кто-то приехал, известные им люди из-за границы, и не соблюдают режим самоизоляции. В остальные службы в марте количество звонков не изменилось. В основном граждане обращались по поводу горящей и зажаркой погоды на выходных травы. Сейчас служба 112 продолжает работать круглосуточно. Звонки по этому номеру принимают четыре оператора, а также дежурный и диспетчер принимают звонки, поступающие на городской номер. Дорогие друзья, мы работаем ради вас. Большая просьба. Оставайтесь дома, чтобы помочь себе, своим близким и всем нам в целом. Давайте наберемся терпения, ответственности и внимательности, и все будет хорошо. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. За последние полгода погода приучила нас к своим сюрпризам. В последние мартовские выходные температура за окном превышала плюс 15 градусов, а сегодня снова опустилась ниже нуля. Плюс ко всему выпало достаточное количество снега, чтобы появилась потребность в его уборке. Наш корреспондент Дмитрий Книга наблюдал, как очищают от снега дороги города. С самого раннего утра дорожные службы муниципалитета вышли на очистку дорог и дворов. Более 250 человек и около 50 единиц техники занимаются ликвидацией снежного покрова. Ситуация с коронавирусом не осложняет труд дорожников. МБУ Дорсервис работает в штатном режиме. Все сотрудники перед началом рабочего дня проходят медицинский осмотр. Мы добавили в этот осмотр, который подразумевает тест на алкоголь, измерение давления и еще некоторые процедуры, мы добавили обязательно термометрию, когда человек измеряет температуру. Мы закупили достаточное количество термометров бесконтактных для того, чтобы эту работу организовать. Режим самоизоляции граждан способствует меньшему количеству машин на дорогах, а значит более качественной и быстрой уборки. Снег увозят, а дорожное полотно обрабатывают специальными антигололедными материалами, которых осталось с запасом из-за бесснежной зимы. Мы израсходовали около 50% противогололедных материалов и по сути 50% запас у нас остается на складах и на базах для того, чтобы с наступлением уже следующего сезона их применять. Активно чистятся дворовые территории. Все работы происходят слаженно. Снег с пешеходных дорожек убирают лопатами и тракторами, после чего он вывозится грузовыми машинами. Еще с ночи было выведено более 50 единиц рабочей техники, такая как трактора, мини-погрузчики, щетки, отвалы. Все это запускается в те места, где это в первую очередь необходимо. Такие социальные объекты, как, к примеру, детская поликлиника, чистятся в первую очередь. В течение дня, если снегопад не останавливается, уборочные бригады могут вернуться на особо значимые объекты. Случись такой снегопад месяца два назад, цены бы ему не было. Но в конце марта сугробы уже не радуют. А так, синоптики утверждают, что такая погода не продлится долго. Уже 2 апреля установится стабильная плюсовая температура. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Погода подкинула еще один повод оставаться дома и тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.